В проекте «Наши пернатые друзья» ученики 72-й школы оказались не случайно. На протяжении двух лет образовательные учреждения сотрудничают с благотворительным фондом «Сохраняя жизнь». В рамках уроков «Добра» ребята совместно с сотрудниками фонда обсуждают социальные проблемы и ищут пути их решения. Мы рассказываем, как помочь животным, как помогать людям и детям с инвалидностью, как помогать пожилым людям, про экологическую тему рассказываем. Дети сами в каждой школе выбирают, что им ближе. Эту школу хотят помогать животным. Работу над проектом ученики 6-го класса начали еще в декабре прошлого года. Школьники своими руками сделали новогодние игрушки, которые потом продали на ярмарке. На вырученные деньги они купили корм для птиц. Каждый ученик нашего класса сделал по кормушке. Кто-то повесил у себя во дворе, кто-то на школьном дворе повесил. И теперь мы каждый день ходим, насыпаем туда корм. Мы узнали, что птиц, оказывается, нельзя кормить хлебом. Их можно кормить только специальными добавками и разными кормами. То есть хлеб для них опасен. Если мы будем воспитывать в детях любовь к окружающей природе, к всему окружающему, я думаю, что и к людям они будут относиться с тем же добром. Сейчас с фондом «Сохраняя жизнь» работают пять школ города. Руководитель организации Анна Межова считает, что привлекать детей к волонтерской деятельности нужно именно со школьного возраста. В будущем это может помочь региону решать важные проблемы посредством социальных проектов.